Доброго времени суток! Продолжаем наше селфи в лаборатории Фанни Машум Скул В прошлый раз нас неожиданно оборвало со связи из-за того, что закончилась зарядка камеры Мы закончили на рассмотрении пробирок Давайте вернемся опять же к этому вопросу и закончим эту страницу дневника Возвращаемся к предыдущей теме Вроде с этим штативом мы разобрались Только он отправился на место Это из пробирки Не знаю, добрались ли мы Да, здесь мы говорили розовая вешенка Ну и так дальше Так, переходим к следующему вопросу То у нас здесь Королевская вешенка серия 1 показала прекрасный рост Это к разговору о том, что почему-то на чашках Петри она не дала роста вообще никакого А в пробирках соответственно дала хороший рост Есть подозрение к тому что после длительного хранения клетки были дегидратированы То есть они были обезвожены И при наливе вот на питательную среду они не успели достаточно регенерироваться для того, чтобы дать какой-то колониальный рост А вот в пробирках как здесь видно ну здесь уже не видно тоже жидкость уже подсохла но все-таки здесь более так хорошо сохраняется влажность и у них было время для восстановления и запустилось Так П-80 серия 4 нету роста М5 серия 10 Рост Клетки где-то наверное плохо была перемешана пробирка клетки не зацепились за саму среду и начали расти из нижней такой части тоже неплохо Так М5 серия 10 Вот видим такие вот результаты Видим что две пробирочки посева одной и той же культуры но в одной пробирке попала клетка видно живая Пошел рост другой не пошел На флаконах на больших флаконах он тоже рост пошел то есть ну не знаю что-то Так М5 серия 2 Хорошо Дальше П-80 серия 1 Абсолютно без результата П-80 серия 2 Где-то у нас был Серия 2 тоже у нас А Что я говорю Вот Сам не досмотрел П-80 серия 2 П-80 Показывает Тоже но рост какой-то очень такой слабенький сравнительно с тем что видели перед этим И последняя Серия 5 Вот таким вот образом Может быть клетки сами находятся в растворе но они не приклеились на питательной среде и может быть не получается их вырастить Я такое наблюдал Иногда такие пробирки могут стоять на протяжении 2-3 недель без абсолютно без каких-то признаков жизни но потом по какому-то чудному чудным каким-то там стоятельствам они произрастают Здесь ну видно опять же таки видно что это клетки лимонной вешенки но полностью заражены бактериозом или в процессе изъятия клеток был заражен шприц или полностью заражена бактериозом вся культура Ну я хорошо помню вот я именно с лимонной вешенкой я делал один эксперимент то есть по внесению самой культуры таким нестандартным упрощенным способом и вот в результате этого нестандартного упрощенного и наглого способа получилось то что мы имеем что все таки культура получилась зараженная бактериозом но я думаю нужно еще доисследовать нужно разобраться в том или это шприц или действительно вся культура испортена и продолжим наблюдать снова видим ну вот такая казуистика P80 серия 2 то есть с роста внизу вот внизу самой пробирки нету резкости я смотрю больше на пробирки а не в камеру и получается резкости нет вот сейчас есть уже резкость P80 серия 2 почему-то зашлась каким-то бактериозом вроде там в самой нижней части вроде визуализируется какой-то начальный рост мицелия но исходя из того что все пробирки чистые бактериоз только здесь показался при том что у нас есть серия 2 по-моему да есть серия 2 этого штамма которая по-моему произрастает бывает такое здесь тоже такая странная какая-то ситуация вроде P80 серия 1 видно что клетки приклеились к самой поверхности среды но почему-то роста не происходит будем наблюдать M5 серия 10 отлично дальше M5 серия 6 отлично фактически M5 показывает что все культуры которые находятся на хранении все M5 серия 5 все клетки жизнеспособны во флаконах это хороший результат нужно будет еще сопоставить один такой момент я в процессе посадки там уже не обращал на сроки хранения вот исходных культур довольно таки интересный будет материал я специально по срокам хранения нужно будет сделать видеоматериал так смотрим ну C4 это у нас чемпион M5 серия 4 это у нас чемпион однозначный чемпион здесь можно можно даже сказать что внизу по моему он что-то делает претензии на образование уже при морде пока все остальные та же самая история та же самая история очень мощный какой-то рост когда он стартанул когда все пробирки культуры во всех пробирках еще спали то уже из серии 4 рост начался на третий день даже было у меня какое-то подозрение относительно того что это за культура я даже сомневался возможно думал что она позеленеет потому что так быстро стартовало что вот здесь серия 3 но M5 серия 3 тоже дала рост но мицелий растет какой-то такой своеобразный пушисто-рыхлый видим в том месте там где попала клетка сама она моментально дает вот такой более ну там где белая точка вот это оттуда началось само произрастание и мицелий довольно-таки быстро начинает колонизировать всю поверхность теперь M5 серия 2 та же история что-то зарастает неплохо и что у нас здесь и вот маленькая видно белая точка вот самым вот где-то вот здесь эта точка изначально откуда стартанула вот эта вся культура скорее всего довольно-таки быстро сделала колонию ну здесь видим вот нехорошо закошен нагар где-то пробирка упала я не люблю таких коротких закосов я даже вижу те кто занимается со мной на уроках то я когда показывают мне пробирки я сразу вижу чья школа у меня вот я люблю очень длинные скошенные агары чтобы было много посевных посевного материала здесь мы можем только разделить допустим этот материал ну скажем на 4 5 частей максимум если он был бы более длинный то получалось бы пробирок 8 можно было то есть банок 8 можно было отсюда изъять ну имеем то что имеем то есть в общем и целом можно сказать что посев от 9 января 2015 года очень успешный как вы видите и видели что есть некоторые ну необратимые необратимые потери но они идут на уровне буквально какой-то казуистики там одна-две пробирки испорчены фактически два две только бутылки вот только две бутылочки и с браком та что вот здесь здесь получился ну лимонные вешенки мы уже в курсе эти скорее всего наверное при посеве они пока чего-то ждут ну и фактически все там не забудьте под роликом есть вот такая кнопка обязательно сделайте на ней клик и не забудьте что завтра будет очень интересная публикация о том как изъять вот эту жидкую культуру из флакона до новых встреч